МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадо компании Гомелю, студии Маргарита Шибукова. Добрый день. 23-я красавика у Беларуси отбудется республиканский субботник. Как у делу мероприемстве, примут больше за 450 тысяч жихоров Гомельской области. Селетний субботник особливый для нашего региона. Каля половы у всех зарубленных в этот день грошей накируются на проектование и будовнество Гомельской областной клинической детишей больницы. Как и завсюду, нехто проведя субботник на прационных местах, нехто будет займаться добропарадкованием территории. Парадок после зимы плануется навести в детиших оздоровленных лагерях, пригородных лесах и на местах похований в часу Великой Чыны Войны. В уголе у Гомельской области плануется зарабить по часу ботника каля 10 миллиардов рублей. У Гомеля пошел працавать колл-центр мытни по пытаниях перемешания товара у празмяжу. У новым информационным центры можно доведаться про потребование норм указа президента Республики Беларусь номер 40. Прогульные пытания перемешания товара физичными особами можно отримать информацию по номеру 79 20 90. Колл-центр Гомельской таможни работает ежедневно с 9 до 6, а также в праздничные и выходные дни. С более подробной информацией о номерах и телефонах можно ознакомиться на нашем официальном сайте Гомельской таможни. У выходные и святошные дни, а так само у непрацованный час информовать грамадян будут службовые особые оперативно-держанного отдела по телефоне у Гомели 79 21 09. 25-го красавика в Беларуси стартует тыдень доступности. Цикл мероприемства у накерованных на оказание допомоги людям с инвалидностью. До республиканской компании подключились адвокатские формирования. В нашем регионе бесплатные юридичные консультации инвалиды смогут отримать 28-го красавика. Скористаться махшимостью можно будет во всех адвокатских консультациях, бюро и навыту адвокатов, которые житевляют свою деятельность индивидуально. На бесплатную допомогу могут различивать люди, которые имеют группу инвалидности, а так само батьки таких детей. При этом с собой они должны иметь ответственный документ. Наводка ли у человека такого статуса не ма, а ли есть серьезные проблемы со здоровьем, его взворот так само не застанется поза увагой. Учитывается в том числе и особенности психофизического развития детей, вопросы, связанные со здоровьем. Мы готовы рассматривать каждого клиента с точки зрения того, что если у него есть какие-то проблемы, я призываю наших граждан, чтобы они не опасались обращаться к адвокатам за оказанием юридической помощи, чтобы они пользовались помощью адвокатов в решении своих насущных правовых проблем. Акция для этой категории грамадян проходит у Гомельской области с 2013 года. При этом что год, колькасть воротов растет. Людей текают в питании земельного законодавства, жильевого, грамадянского права, отримания льгот и социальных гарантей. Нарыши Гомельская областная коллегия не меньше за треть объема юридичной допомоги оказывает бесплатно. На месте установки нового аттракциона в Центральном парке Гомеля знайдена стародавняя керамика. Археологичные знаходки выявили будовники. На месте раскопок побывала Ганна Ковалева. По колью эти предметы ничем не одрозниваются от случайных каменев. На самой справе, под застарылым пластом земли, фрагменты керамичного посаду, яким корыстались еще 10 с того дел тому. На этом месте был аттракцион «Веселые горки», который влюбили гомельчане и гости нашего города. Но уже время пришло, что аттракцион нужно было модернизировать, заменить. Поэтому здесь будет тоже аттракцион «Веселые горки», но уже более новый, более скоростной, с более лучшими техническими характеристиками. И при раскопках уже в фундаментных работах были найдены останки жилища старинного. Археологично Гомель выучали вельми шмат. Практично что угодно о новых будовничных пляцоках возникала необходность аховных доследований. Раскопки не раз проводились они на территории галонного помника Гомеля, палацово-паркового ансамбля. Однако на сегодняшний шмат учим недоследованной застается та и его участка, где размещаны аттракционы. Дорогие аттракцион «Веселые горки» простоял на этом месте свыше трех десяти годзил. И весь этот час земля заставалась и не кранутой. В одной из траншеев был обнаружен очень мощный пласт культурного слоя, который, естественно, надо исследовать, потому что он дает материалы. Предварительно материалы идут 11-го, даже с конца 10-го, 11-го, 12-го веков. И потом период средневековья – это 17-й, 18-й век. Утые часы Гомель был центром Радзимирской земли с развитой экономикой и гандлем. Усе материалы, знайденные на месте старожитного городища, дозволят удокладнить некоторые исторические известки. Усе знаходки будут очищены, доследованы и поступятся на заховывание у палацово-парковый ансамбль. Зараз работы с выкористанием буйной техники тут спынены. Будовництво ведется под контролем археологов. Дорогие в Вести новый аттракцион плановалось у початку жнивня. Однако в связи с раскопками это отбудется некольки поздней. Ганна Ковалева, Валера Игапанько, телерадоакомпания «Гомель». У областным центра отбылся концерт под назвой «Лето на заусёды». Это суместный проект гомельского автора и выканауца Вячеслава Корсы и украинского композитора Александра Удавенки. Вероника Ворошилина с подробязностями. Перед початком концерту на сцене Гомельского городского центра культуры репетиция за длевлости Гомеля от Киева, звычайно, они проводятся дистанцейно. Суместные творы гомельского автора и выканауца Вячеслава Корсы и украинского композитора Александра Удавенки створаются шляхом отправления записов один-одному. Собраться разом на одной сцене у них отрымалось и литерально за годину до концерта. Вячеслав Корсы – гомельский музыкант, лаурад шматликих конкурсов у Беларуси, России и Украине. Александр Удавенка – украинский композитор, який отрымал популярность после выхода в эфир «Сера Яла Сваты», для которого он написал музыку и песни. Суместный проект обо двух музыкантов лета на завсёдых – это сполучение душевных, щирых песен на верше Вячеслава Корсы и музыку Александра Удавенки. Мы хотели сделать музыкальные, душевные, какие-то очень тёплые вещи, каждодневных, которые касаются всех. О чём мы поём в своих песнях? О любви, о нежности, об ожидании, в общем-то о таких достаточно человеческих вещах. Поэтому мы очень надеемся, что понравится. Подчас концерту летом завсёд артисты представили як выниксу местной творчести, так и свои особистые композиции – два особные музыкальные блоки с авторскими песнями. Я к этому проекту шёл, наверное, уже лет 20. К тому, что действительно, были попытки сделать этот проект, реализовать с этими же музыкантами, с другими музыкантами. Мы пробовали разные варианты, в конце концов, пришло всё к этому. Были годы увлечения бардовской песней, которые дали тоже свой результат хороший. То, что научили обращаться со словом, многие научили обращаться, работая, скажем, с другими какими-то музыкантами. Я работал как аранжировщик, научился чувствовать состав музыкальный, оркестр. Вот здесь возникает уже квинтэссенция такого, 20 прожитых лет. Суместный концерт Вячеслава Корса и Александра Удавенки лета назовсёды отрымал колоссальный поспех у гомельской публики. А это значит, что он маёвся шансы на гастрольный тур по Беларуси и Украине. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания «Гомель». Старшиня областного комитета природных ресурсов Яховы Новокольного Асяродя Василий Маслак сёння станет гостем программы «Дайалог». Я на видеоэфир у 19.10 хвилин, одночасован на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-шатыры». По часэфиру будет працавать телефон «Промой линии». Поведомить об хвалюющих проблемах, выказать конструктивные пропановы можно по номере 77-68-45. Делегация Гомельска в области подписала четырёхбаковый договор об сопротивлении с гуманитарными и спортивными организациями Италии. Досягнутое погоднение стало выникам уделу Гомельшан у национальном фестивале волонтерията у города Лука. Документ, продуглеживая суместный удел у международных споборництвах, саденешение у организации тренировочных сборов и развитие спортивных обменов. Опрашатого, боки домовились опраставлять интересы один-одного на операмовых с потенциальными партнерами, давать полную информацию об их добронадеянности. А так само оказывается саденешение у реализации суместных проектов у сферы делового, промыслового, медицинского и культурного туризма. У приватности итальянский бок уже выказал зацекавленность у организации полевнейших туров на территории Гомельской области. Опрашатого досягнуты домовленности о проведении сборов белорусских спортсменов у Италии и продоставлении тренировочных баз нашего региона для итальянских спортсменов. Очень интересуются нашими базами, интересуются нашими 50-метровыми бассейнами. Мы уже оговаривали конкретные технические вопросы по тренировкам спортсменов из Италии на наших базах пловцов. Технические вопросы решали по организации тренировочного процесса волейболистов на территории Италии, биатлонистов и художественной гимнастики. На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи у эфира.